Всех приветствую! Для Авито мы собрали новый игровой системный блок и получился он ровно в 100 тысяч рублей. Немножко я тут подшаманил ценами, чтобы эти 100 тысяч рублей получилось так. По факту ценник должен быть чуть-чуть повыше. Ну вот, скажем так, ровно в сотку хотелось собрать новый игровой компьютер. И что в эти 100 тысяч рублей можно сделать, если нужен универсальный компьютер для всех задач? В данном случае единственное, что у нас упор идет на процессор. То есть можно было в 100 тысяч рублей переиграть, поставить RTX 4060 Ti и Core i5-12400F. И в плане игр это была бы даже более высокопроизводительная связка. Но очень часто эти компьютеры покупают не только для игр, в том числе для какой-нибудь работы, где процессор очень важен. И какой процессор взять в эту сотку? Кто-то берет на Ryzen. В принципе, вполне себе неплохие варианты. Какой-нибудь Ryzen 5 7600X, 7500F. Кто-то предпочитает продукцию фирмы Intel. И по моему мнению, у фирмы Intel есть шикарный процессор i3-12F, i5-12400. И следующий процессор надо брать 12700, пропуская все остальные процессоры. А вот выше, может быть, и не стоит покупать, потому что процессоры неадекватные, очень горячие. С ними просто невозможно жить. Да и вообще не люблю процессоры вот эти вот очень мощные. Слишком много приходится усилий прикладывать, чтобы они были компьютерной адекватной. Вот этот системник абсолютно бесшумный. Вы не будете слышать, как он работает даже в стресс-тестах. Несмотря на то, что, кстати, здесь еще и видеокарта однокуверная. Но для данной видеокарты это не является каким-то ограничителем. Как раз GeForce RTX 4060, в отличие от 3060, очень холодные. И в данном случае, какую видеокарту возьмете, вообще не принципиально. 4060, и ладно. Здесь в охлаждение вкидываться не стоит. Ничего вы не почувствуете. Собран системный блок в корпусе Cougar Duo Face. Это такой золотой стандарт. Единственное, сейчас эти корпуса подорожали почти на 2000 рублей. Поэтому не знаю, на следующей неделе буду я в них собирать или нет. Может быть, будут другие коробки. Но в 5500, как в этой сборке, это просто шикарный вариант. Съемный пыльник. Вот эта вот металлическая сетка, она каким-то образом электризуется и притягивает пыль со всех сторон. Ну и не пропускает никакой пух. Подсветка здесь RGB. синхронизирована на контроллере. И в данном случае еще у нас вентилятор на процессоре, тоже от фирмы Cougar. Чтоб все было в одном едином стиле. Бывает, кстати, поставить RGB-вентилятор на процессоре, синхронизировать, и подсветка крутится в обратную сторону против часовой. Такое тоже бывает. Тут надо внимание на это тоже обращать. У корпуса есть в комплекте вот эта сетка. Для тех людей, которые жаждут максимальный продув, пожалуйста, для них существует вот это вот решение. Раньше этот корпус назывался Air Face. Но из-за того, что огромное количество людей хотели спереди именно закаленное стекло, так симпатичней, Дуофейс выпускает в варианте и так, и так. Ну и на чем же у нас здесь базировано железо? Ну, процессор, понятно, 12 ядер, 20 потоков. При этом 8 высокопроизводительных ядра и 4 энергоэффективных. Процессор в пике потребляет примерно 150 Вт, средняя нагрузка 110-130. Поэтому для 150 Вт можно не особо заморачиваться ни с материнской платой, ни с охлаждением. Вполне себе всего будет достаточно. Башня у нас прародитель Deepcool G400 и вентилятор Cougar от такого же корпуса в белом исполнении. Приходится маркетанить, находить такие вентиляторы. Четыре тепловые трубки, переварить может 180 Вт. Соответственно, со 150 Вт нагрузкой такая башня справляется. Процессор у нас никогда не уйдет в троттлинг. Температура будет даже в пике, не будет превышать там 70 градусов. Материнская плата на B760 чипсете. В данном случае что мы получаем? Это два разъема Ultra M.2 и четыре слота оперативки. Платформа у нас с DDR5 памятью. Уж в этом бюджете, поверьте, надо использовать DDR5. Вас не поймут. Два модуля по 16 на 5600 МГц. Адата Лансер Блэйд. С такими металлическими радиаторами. И в случае DDR5 памяти это нужно. 5600 МГц. Я как бы сторонник DDR5 памяти без экстремальных частот. Да, вышли планки на 8 ГГц. И даже они, наверное, будут давать какой-то прирост. Вот только пока это все дело не работает. Даже на топовом железе приходится ручками все это дело настраивать. И в результате все равно не настраивается. В общем, пока частоты в районе 6 ГГц. Но в данном случае 9300 рублей стоит этот кит. Шикарный ценник за обычную, быструю оперативку. С хорошим брендом. Которая, в принципе, считается более-менее надежная. Два разъема Ultra M2. Один у нас со штатным радиатором. Под ним находится SSD на 1 ТБ. Это DataLegend 710. И под видеокартой находится еще один разъем. Надо будет, можно добавить второй NVMe накопитель. Плата Gigabyte B760DS 3H. Отличает тем, что здесь у нас 10 фаз питания. И один есть радиатор на ключах. Опять же, для подобных сборок этой платы за глаза. Сюда не надо ставить 13700KF какой-нибудь, а седьмой. Эта плата с ним работать не будет. Вот 12700 это предельный процессор для подобной платформы. Блок питания на 650 Вт. Montage Beta. До этого мы ставили чаще всего чифтейки вольт. Они подорожали. Montage Beta. Сертификат имеет 80+, бронза, 650 Вт. Хватает, чтобы прокормить такие видеокарты, как RTX 4070, 3070. И вот новинка появилась. Radeon RX 7800 XT на 16 гигов. Также спокойно на это плак питание можно повесить. Никаких проблем нет. Ну а сейчас у нас стоит GeForce RTX 4060. Самая простая версия. Palit Storm X. Стресс-тест нашел. Не слышно было, как работает. Что неудивительно. Потребляет крайне мало. Обычного алюминиевого брусочка хватает. Вентилятор один, но большой. Плата у нас формата ITX. То есть можно засовывать маленькие корпуса. Ну а в данном случае ценник. Ценник в 33 тысячи рублей. Это ценник самый простой видюхи RTX 3060 на 12. Собственно, по производительности на 5-10% 4060 мощнее. Чуть холоднее. Ну, единственное, что 8 гигов памяти. А от 360 и 12 гигов. Поэтому кто-то покупает из расчета больше памяти. Кто-то покупает из расчета больше производительности. Вот если бы мы прогнали этот тест на 3060 на 12, показал бы на этом процессоре примерно 99500. А если бы была RTX 3060 Ti, набрала бы 12 тысяч попугайчиков. То есть она чуть-чуть выступает RTX 3060 Ti, которая 256 бит. Это карточка 128 бит. В преимущество могу эта видеокарта сказать, что DLSS 3 здесь есть. А у RTX 3060 только DLSS 2 ревизия. Но когда у нас люди приходят и спрашивают, какую видеокарту выбрать. А вот тут есть DLSS. Ну, я спрашиваю, а какие игрушки играете. Если это игрушка какой-нибудь в PUBG, либо какая-нибудь стрелялка. Ну, Тарков, к примеру. Вы не сможете пользоваться DLSS. Вот никак. Вот на 3 километра сделаете прицел. Вместо 6 этих пикселов, которых вы можете различить человека, вы получите мыло. То есть, в принципе, DLSS будет работать только в таких играх, как какие-нибудь гонки. Где надо максимальную производительность и мыло, мыльное, не особо-то вредит. Но если вы хотите видеть четко эти 6 пикселов, надо играть без DLSS. Поэтому вот есть чистая производительность видеокарты. Вот на нее ориентируйтесь. В этом целом диапазоне есть еще видеокарта Radeon RX 7600. Чуть-чуть она будет уступать по производительности и на 3000 рублей примерно дешевле. Ну, и 360 на 12 стоит 32. В общем, в этом бюджете выбор видеокарт из трех. Ну, и чаще всего, конечно, покупает 4060, либо 360 на 12. Radeon'чики не всегда. Но если бы у вас было 3D-моделирование, я бы сказал, берите Radeon. Вот, как ни странно, очень часто в кадровских программах Radeon'чики лучше. Ну, а GeForce это такой стандартный выбор видеокарт, как у всех. Как у всех. И, в принципе, это вполне себе правильный выбор. Ценники здесь можно все рассмотреть. Этот системник собран под Авито. То есть, сейчас он появится на Авито. Его можно будет приобрести. Второй такой же повторить. Скорее всего, в этот ценник уже не получится. Так что, спешите. Что сейчас по ценам? Процессоры дешевеют. Видеокарты остановились. SSD накопители. Оперативка дорожает. Корпуса тоже подорожали немножко, как крупногабаритный товар. Блоки питания немножко подорожали. То есть, плюс-минус, на самом деле, ценники одни и те же. Вот, с увеличением цен на память. В 100 тысяч рублей, по мне, так это самый оптимальный вариант. И если бы мне клиент пришел и сказал, мне только в игрушки играть, эту бы конфигурацию я сделал, все то же самое. Только поставил бы в эти 100 тысяч 4060 Ti. И процессор i5-12300F, который для всех задач, в принципе, так же хватает. Но, есть процессорозависимые задачи. Есть вот эти лишние высокопроизводительные энергоэффективные ядра. Они все-таки решают. i7 есть i7. Ну, а переплата 13 тысяч рублей, ну, в принципе, в бюджете 100 тысяч, 13 тысяч рублей можно и не заметить.